10 способов получения огня Взаимодействие перманганата калия и глицерина Для получения огня нам потребуется глицерин и перманганат калия. Реакция этих веществ протекает с выделением избыточного количества тепла. Для ускорения запуска реакции нужно измельчить перманганат калия в порошок, к полученному порошку добавить несколько капель глицерина. Взаимодействие перманганата калия, серной кислоты и этанола. Для проведения химической реакции возьмем небольшое количество марганцовки, добавим в нее пару капель концентрированной серной кислоты. В результате реакции образуется оксид марганца 7, являющийся сильным окислителем. Для получения огня достаточно в эту смесь бросить ватку, предварительно смоченную спиртом. Взаимодействие этанола и триоксида хрома. Реакция этанола с сильным окислителем триоксидом хрома протекает очень быстро с выделением большого количества тепла и сопровождается ярким пламенем. В качестве продуктов реакции можно наблюдать следы восстановленного оксида хрома-3 или хромовую зелень. Взаимодействие металлического натрия с водой. Щелочные металлы являются сильными восстановителями и активно взаимодействуют с водой с выделением водорода и избыточного количества тепла. Так натрий при контакте с водой горит желтым пламенем. Взаимодействие хлората калия, сахара и серной кислоты. Для получения огня потребуется порошок бертолетовой соли или хлорат калия. Сахар, предварительно измельченный в ступке. И концентрированная серная кислота. Для получения бурной реакции с выделением тепла, в смесь соли и сахарной пудры достаточно добавить каплю серной кислоты. В результате взаимодействия серной кислоты с хлоратом калия образуется диоксид хлора, являющийся сильным окислителем. Взаимодействие алюминия с йодом. Алюминиевая пудра и элементарный йод хорошо взаимодействуют друг с другом, выделяя большое количество тепла. Алюминий при этом возгорается. Для ускорения химической реакции в смесь элементарного йода и алюминиевой пудры необходимо добавить каплю воды. При этом избыточное количество йода, нагреваясь, испаряется в виде характерных фиолетовых паров. Более перекeural на папку и немного озадачивается. Готовая неправиль Sudокです. Готовая инъекция Готовая пудры Веселое Готовая пудры Готовая пудры Изелое Готовая пудры Горение ацетилена в атмосфере хлора Для проведения эксперимента нам потребуется хлор, который можно получить, например, путем взаимодействия перманганата калия с соляной кислотой. Ацетилен, в свою очередь, является продуктом взаимодействия карбидокальция с водой. Реакция ацетилена и хлора протекает мгновенно, поэтому, чтобы заметить процесс горения, будем дозировать компоненты, пропуская их через воду. Бросая кусочек карбидокальция в воду, образуются пузырьки ацетилена, которые резко схлопываются, контактируя с пузырьками хлора. Непрореагировавшая часть газа всплывает на поверхность и после накопления необходимого количества реагентов над водой вспыхивает пламя. Горение легковосламеняющихся веществ Для проведения реакции нам понадобится горючее вещество, не смешивающееся с водой. Например, гексан, металлический калий и вода. Бурную реакцию взаимодействия щелочного металла с водой, при которой выделяется достаточное количество тепла, можно использовать для поджига гексана. Горение скипидара в атмосфере хлора Если бумагу, смоченную в скипидаре, поместить в атмосферу хлора, можно наблюдать реакцию горения с бурным образованием черной сажи. Горение водорода в присутствии платины Чтобы получить водород, воспользуемся аппаратом КИППА. В нем происходит взаимодействие металлического цинка с серной кислотой. Перед проведением эксперимента необходимо убедиться в чистоте выделяющегося водорода. Для получения огня нам понадобится платинированный асбест. Водород в обычных условиях не взаимодействует с кислородом воздуха, Но в присутствии мелкодисперсной платины, которая является катализатором, водород воспламеняется. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова